Охотничьи воды — отличные охотничьи угодья для молодых акул. И вскоре одну из них удается увидеть. Видели всплеск возле того конца? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перед нами молодой самец рыбы-молот. Это самый мелкий вид акул-молотов. С ними легко работать. То, что надо для экспериментов Стива. Мы поймали рыбу-молот. Мы специально держим акулу брюхом вверх. Он входит в так называемое состояние танатоза, нечто вроде транса. Акула расслаблена, нам легче ее транспортировать. И животное не испытывает стресса. Чтобы исследовать уникальное чутье акул-молотов, Стиву нужно доставить эту акулу в лабораторию как можно скорее. Он не может плавать в этом контейнере. Нам надо поместить его в большой контейнер, где можно плавать. Акулы на суше очень уязвимы. Стиву надо поторопиться. Я в восторге. Так здорово, что можно поймать акулу, поместить ее в контейнер, и она будет там плавать безо всяких восстановительных процедур. Ведь это самое сложное, привести акулу в норму до того, как стресс станет слишком сильным. На ярком солнце, в прозрачных водах лагуны, акулам-молотом легко заметить добычу. Но любопытно, что они редко охотятся днем. Солнце заходит, сумерки сгущаются, и множество акул выходят на охоту. В целом, они наиболее активны в период сумерек до рассвета, а не в поисках добычи. Хотя зрение – важное чувство, ночью в темноте оно вам не поможет. Есть способ выследить добычу даже в кромешной тьме. В соленой воде все живое производят слабые электрические импульсы. И поскольку вода проводит электричество, эти импульсы передаются на некоторое расстояние. Каждое животное окружено электрическим полем. свечением, невидимым для невооруженного глаза. Но эти поля очень слабы. В миллионы раз слабее поля обыкновенной лампы накаливания. Уловить их весьма нелегко. Стив полагает, что акулы-молотые выслеживают добычу по ее электрическим полям. И чтобы это доказать, он проведет оригинальный эксперимент. Я установлю эту акриловую пластину на дно бассейна. На пластине два круга. Вот первый, вот второй. С помощью проводов они соединены с электрогенератором, работающим от батарейки. В результате я получу слабый электрический импульс, распространяемый на это пространство. Получится электрическое поле, которое акула примет за потенциальную жертву, за небольшого краба или рыбку, на которой она и набросится. Усиливая и ослабляя силу тока, Стив может определить, насколько чувствительна акула к электрическому полю. Итак, я включаю электрический ток. И вижу, что сейчас электроды передают ток силой 20 микроампер. Поначалу акула не проявляет интереса. Но все меняется в зоне действия поля. Смотрите, рыба-молот кусает электрод. Явно кусает источник тока, потом возвращается, снова кусает. Все именно так, как мы и предполагали. Акул привлекает электрическое поле. Подобные эксперименты доказывают, что рыба-молот распознает слабые электрополя, окружающие всех морских обитателей. У акул самые чувствительные электрорецепторы, которые улавливают электрические поля с напряженностью порядка 1 миллиардной вольта на сантиметр. Это настоящее шестое чувство. Оно возможно благодаря необычным образованиям, четко различимым внизу головы акулы. Если присмотреться, на конце морды видны мелкие черные поры по всей поверхности. Это электрорецепторы. Чтобы разобраться, как они работают, надо внимательно изучить голову рыбы-молота. Каждую пору обрамляют клетки, способные уловить даже слабейший электрический импульс. Поры работают только в одном направлении, на расстоянии до полутора метров. Они действуют как невидимые усы, позволяя рыбе-молоту точно определить положение добычи. Даже в полной темноте. Это уникальное чутье дает рыбе-молоту непревзойденное преимущество в ночной охоте. Но акулы-молоты используют электрорецепторы не только для охоты. Стив уже год наблюдает за поголовьем акул у берегов Флориды с помощью аэрофотосъемки. Летом здесь тысячи акул. Каждая черная точка – это акула-молот. Но зимой акул становится гораздо меньше. Это значит, что акулы мигрируют, и некоторые из них преодолевают за год тысячи километров. Им нужна добыча. Им надо найти себе пару. Цикл повторяется из года в год. И если бы у них не было возможности каждый год возвращаться на знакомое место, где есть много других акул того же вида, то этот вид не смог бы размножаться и выживать. Для морских обитателей ориентироваться под водой весьма непросто. Океан огромен, а видимость плохая. Как животным удается мигрировать на такие огромные расстояния, без различимых ориентиров или других способов ориентации в пространстве? Мы считаем, что акулам-молотом в этих великих путешествиях помогает их шестое чувство. Под толщей морской воды скрыты огромные долины и горы океанического дна. Гигантские геологические структуры были бы отличным ориентиром для подводных путешественников. Но на такую глубину свет не проникает. И акулы-молотые научились ориентироваться в темноте. Некоторые горы океанического дна обладают характерным магнитным полем. Хотя акулы и не видят эти горы с помощью зрения, мы думаем, они могут распознать их своими электрорецепторами. Но океан превращается для рыбы-молота в карту с четкими ориентирами и даже скоростными трассами. Это уникальное чутье делает акул молотов мастерами навигации, способными преодолеть тысячи километров, не сбиваясь с пути. Благодаря способности улавливать электромагнитные волны, эти акулы стали превосходными хищниками. Если взять все царство животных, нам известно всего несколько видов, способных улавливать электромагнитные излучения среди орбитания. И в этом смысле можно сказать, что у животных, обладающих таким чутьем, и правда есть некая сверхспособность, отличающая их от прочих организмов. Я изучаю акул молотов уже более 10 лет, и еще есть над чем работать. Много вопросов ждут своего ответа, и думаю, я еще долго буду заниматься исследованием молот-рыбы. Способность рыбы молот чувствовать электричество дала ей огромное преимущество в морской охоте. Это уникальная сверхспособность, хороша под водой, но не на суше. Животным, покинувшим океан, нужна другая стратегия. Благодаря эволюции, у некоторых змей появилось сверхчутье, позволяющее им охотиться, когда зрение бесполезно. Даже в полной темноте их прицел предельно точен. Это сверхчутье позволяет им процветать повсюду, от пустынь Америки до джунглей Бирмы. Ведь жертве просто некуда бежать, потому что змея чувствует тепло крови, текущей по сосудам жертвы. Чтобы изучить эту удивительную способность, нам нужно вернуться в штат, где водится больше всего змей. Во Флориду. Она там, в дальнем углу. Отлично, посмотрим, что у нас есть. Крупная особь. Во Флориде обитает 50 видов змей. Похоже на дешевый ужастик. Змеи пожирают Флориду. Некоторые настолько ядовиты, что убивают человека одним укусом. А некоторые, как эти питоны, поедают практически все, вокруг чего могут обвиться. И до таких размеров они вырастают года за 3-4. Они встречаются не только на природе. Их можно найти на заднем дворе. Если я смогу ухватить его крюком, он успокоится. А так они никого не подпускают. У некоторых есть чутье, которое делает их еще опаснее даже для специалистов. Они чуют тепло. Они могут почувствовать, где ваша рука. И прокусить мешок именно там. Даже тепла человеческого дыхания достаточно, чтобы змея вас увидела. Эти змеи могут нанести точный удар из темного мешка, благодаря способности различать малейшие колебания температуры. Далеко в болотах Флориды один человек изучает эту невероятную способность. Биолог и любитель змей Майкл Грейс. Это удивительно богатая среда. Здесь полно всяких хищников, особенно змей. У обитающих здесь питонов есть одно важное отличие. Они представляют одну из двух групп змей, наделенных особым чутьем, которого лишены все остальные обитатели планеты. Майкл собирается провести революционный эксперимент, который позволит получить видеозапись того, как змеи используют это сверхчутье. Для начала надо поймать змею. Змей здесь предостаточно, но нужно найти, где их укрытие. Ведь змеи любят прятаться. Меня иногда спрашивают, как ловить змею. Если вкратце, то очень осторожно. Если змея не ядовита, все не так страшно. Но у них много зубов, четыре ряда сверху и два ряда снизу. Они обычно загнуты назад и бывают длинными. И когда тебя кусает, это весьма неприятно. Но обычно я пользуюсь крюком, если он у меня есть. А если нет, просто отламываю ветку от ближайшего дерева. Если случается прижать змею к земле, но пониже головы, здесь-то и начинается самое сложное. Отличное место. Вон там есть одна. Думаю, мы кое-что нашли. Здорово. Это темный тигровый питон. Обитатель Юго-Восточной Азии. И тема новостей. Говорят, их все чаще встречают на юге Флориды. Отличный особь. Красавец. Мы его заберем и вечером проведем несколько экспериментов. Увидим, что делает его машиной для убийств. Темный тигровый питон достигает 7 метров длины. Он может убить и проглотить жертву размером с оленя. Нападая, питон кусает жертву игловидными зубами, а потом душит ее до смерти. Даже в темноте он никогда не промахивается, потому что чувствует тепло, исходящее от жертвы. Как же этим змеям удается учуять теплый объект в полной темноте? Секрет тепловидения питона скрыт в нескольких углублениях на голове. На дне этих ямок находится мембрана, чувствительная к инфракрасному излучению. Любой теплый объект выделяет инфракрасное излучение, передающееся по воздуху в ямке на голове, нагревая ткань на сотые доли градуса. Тысячи маленьких рецепторов в ямках фиксируют крошечное изменение температуры. У питона на голове довольно много этих ямок, а значит, он чует теплокровную жертву в полной темноте. Питоны не единственные змеи, наделенные тепловидением. Также охотятся и ямкоголовые, например, гремучие змеи и щитомордники. Они охотятся по ночам. Даже в темноте их прицел всегда точен. А в одном укусе смертельная доза яда. Сейчас Майкл хочет снять один из их смертельных бросков. Этот водяной щитомордник из его личной коллекции. Мы видели, на что способны питоны. Они видят теплый объект, фиксируют его передвижение. Теперь наша цель доказать, что змея не промахнется, бросившись на жертву. Щитомордник весьма ядовит. Тут очень темно. Боюсь, что он меня видит, хотя я его нет. Поэтому надену фонарик и возьму еще один на всякий случай. Снимаем коробку с водяного щитомордника и смотрим, как он отреагирует на теплый шарик прямо перед ним. Он высовывает язык, как только шарик оказывается рядом. Интересное ощущение, когда не видишь щитомордника, а он прямо перед тобой. Сейчас был бросок. Я скорее услышал, чем увидел его. И он не промахнулся. Точно ухватил шарик, оставил следы клыков. Из них сейчас льется теплая вода. Но я не вижу эту штуку даже в паре сантиметров от лица. Думаю, наша приманка его немного удивила. Камера подробно все зафиксировала. Смотрите, это невероятно. Он попал по шарику, не промахнулся. Взгляните, видно даже, как клыки нагрелись от теплой воды. Мы знаем, как змеи совершают бросок. Уже есть замедленная съемка этого процесса. Но в условиях темноты этого еще не наблюдали. Впервые в истории мы установили, что эти змеи убивают добычу в полной темноте с помощью тепловидения. Эта замедленная съемка показывает пугающую скорость и точность змеиного сверхчутья. Итак, смотрим на количество кадров. Высокоскоростная камера 120 кадров в секунду. Бросок занял только 12. Это одна десятая секунда, а весь процесс полсекунды. представьте только, ему надо оценить расстояние, положение в пространстве, и объект все время движется, а не просто сидит на месте. И все это в полной темноте. Я готов пересматривать это всю ночь. Как же ямка головы и змеи бросаются на добычу с такой точностью, используя только тепловидение. Как и у питона, на голове у этих змей есть маленькие ямкоподобные органы по обе стороны морды. Эти ямки работают как глаза, только видят не свет, а тепло. Когда инфракрасное излучение попадает в ямку, на мембране формируется изображение, которое передается по нервам в ту же часть мозга, где обрабатываются зрительные сигналы. Значит, змеи не просто чувствуют, где находится источник тепла. Они видят картину мира с точки зрения температуры. Это пугающее сверхчутье превращает змеев в отличных охотников даже в абсолютной темноте. Мы чувствуем тепло, но мы не можем сформировать картинку из наших ощущений. То, что делают змеи, сильно отличается. В их мозгу буквально формируется изображение. Это видно по их поведению. Они с большой точностью определяют положение теплого движущегося объекта, даже маленького и шустрого. Для меня это настоящая сверхспособность в мире животных. Способность змей чувствовать тепло дает им огромное преимущество при охоте на болотах Флориды. Но чтобы выследить добычу в ледяных глубинах океана нужна совсем другая сверхспособность. И в темном царстве есть свой король. Создание, выработавшее одну из самых удивительных в мире сверхспособностей. Могучий кошелот. Они охотятся в полной темноте на глубине в несколько сотен метров. И вместо зрения кошелоты используют звук, чтобы обнаружить и поймать добычу. Как им это удается? За ответом мы отправимся туда, где ученые исследуют этих загадочных существ. на маленький архипелаг посреди Атлантического океана, где, в отличие от других мест, кошелоты обитают круглый год. Азорские острова. Кошелоты чудесные животные. Они как живые подлодки. Неспешные, величественные. Но понимаешь, какая в них скрывается сила. Эколог Джастин Харт отправился на поезд скитов в Атлантическом океане в нескольких километрах к северу от Азорских островов. Отличная возможность увидеть животных, которых большинство людей видели только по телевизору. Джастин – участник глобального сообщества по исследованию кошелотов. Объединяя полученную информацию, они надеются узнать больше об этих неуловимых животных. Сегодня Джастин выяснит, есть ли вообще кошелоты на его участке. Найти этих гигантов совсем непросто. Кошелоты проводят 80% времени под водой, где охотятся. Из-за крупных размеров им нужно съедать в день около тонны пищи. Этим животным приходится много есть, но исследования показали, что значительная часть их рациона – кальмары, которые могут быть совсем мелкими, и приходится тратить много времени на питание. Самки кошелотов ныряют на 45 минут, самцы – более чем на час, и все повторяется изо дня в день. Добычи кошелотов, кальмары, живут на глубине нескольких сотен метров. На такую глубину свет не проникает. Как же кошелоту удается поймать столько кальмаров без света? Кошелоты ныряют глубже, чем может нырнуть человек, поэтому нам не удавалось понаблюдать за их охотой. Но один из близких родичей дает подсказку. Мы вошли в пролив Десур. Нас окружают обыкновенные дельфины. Дельфины тоже могут охотиться в темноте. И в отличие от кошелотов, с радостью это продемонстрируют. Вперед, Пекс! В теплой воде Флориды Кис дельфин Пекс сейчас покажет беспрецедентный трюк. Он попытается достать это кольцо со дна с завязанными глазами. Отлично, приятель. Вот что тебе надо будет найти. Большое кольцо. Надеваю второй наглазник. Глаза дельфина закрытой мягкими резиновыми полусферами. Он ничего не видит. Как в темноте. Я брошу кольцо и попрошу его, чтобы он принес его обратно. Теперь Пексу надо попытаться найти кольцо. Кажется, миссия невыполнима, но он знает, что в случае успеха его ждет награда. И нет мотивации лучше, чем ведро свежей рыбы. Ты молодец! Да, знаю. Потрясающе. Даже без помощи зрения Пексу хватило минуты, чтобы найти кольцо. Когда он ищет, то издает странное пощелкивание. Кошелоты тоже издают подобные звуки, охотясь на кальмаров в темных глубинах. Вначале слышно равномерное щелк, щелк, щелк. Но если он чует что-то интересное, щелчки становятся чаще. В звуковых волнах искрывается секрет сверхспособности кошелота. Они состоят из коротких, но очень громких сигналов, которые для нас звучат как щелчки. Каждый щелчок — хорошо сфокусированная звуковая волна, выходящая из носа кошелота. Волна распространяется со скоростью более 5000 км в час. Любое препятствие на пути отражает звук в обратном направлении. По качеству звука кошелот может судить о том, какого рода препятствия. А время, за которое звук возвращается обратно, указывает на расстояние до объекта. Это звуковое сверхчутье называется эхолокацией. А Джастин на корабле все еще не нашел ни одного кошелота. Океан огромен. Китов и дельфинов не так-то просто обнаружить. Если просто сесть на корабль и смотреть, велика вероятность, что вы ничего не увидите. Но Джастин захватил специальное оборудование, позволяющее засечь кошелота, даже если он на глубине сотен метров. Тут много проводов и электроники, которые надо беречь от соленой воды. Вот специальный подводный микрофон, называется гидрофон. Присоединяем усилитель гидрофона к устройству звукозаписи. Джастин надеется, что это устройство сможет зафиксировать щелчки кошелота. Погружаем микрофон и ждем, не появится ли кошелот. щелчки я слышу кошелота. Ровные щелчки. Очень простой рисунок. Щелк, щелк, щелк. Они охотятся на кальмаров и акустическими сигналами проверяют, что находится перед ними, надеясь, что сигнал отразится обратно. Можно утверждать, что в радиусе действия гидрофона кто-то есть. Вы слышите звук настоящей сверхспособности. Издающий его кошелот может быть за 60 километров от нас. ни одно животное на планете не способно кричать громче. Как же кошелоту удается производить звук такой силы? Странные щелчки кошелота формируются в органе внутри головы в спермоцетовом мешке. Он огромен размером с легковой автомобилем и занимает одну треть тела. Чтобы издать звук кошелот пропускает воздух через клапан в передней части носа который называют мускульными пробками. Когда пробки смыкаются раздается щелчок. Звук щелчка проходит через огромную полость с воскоподобной массой. Эта полость служит линзой фокусирующей звук в единый пучок. Специальные отражатели расположенные возле черепа отражают звук обратно в нос еще раз пропуская через линзу. А затем звук выходит из дыхала в виде узкого пучка волн. Щелчок кошелота самый громкий звук в мире животных. Он может передаваться на 60 километров в морской воде, позволяя гигантам искать добычу в глубинах океана. Мы на Азорских островах. Джастин следит за кошелотами, которые охотятся глубоко под ним и слушает их невероятные звуки. Скоро кошелоты вынырнут за воздухом. Но они не всегда всплывают около корабля. Смотрите, вот он прямо перед нами. Потрясающе. Итак, перед нами самка кошелота. У нее на спинном плавнике есть небольшая зазубрина. Она только что закончила подводную охоту и сплыла за воздухом. Сейчас ей понадобится минут 7-10 на поверхности, чтобы насытить кровь кислородом. Кошелоты на поверхности и команда Джастина собирают всю возможную информацию. Когда кошелот всплывает, я отмечаю его местонахождение на GPS. Мы записываем много данных по этому виду. По ежедневным записям можно будет потом отследить ежедневную и сезонную активность различных животных. Мы делаем фотоснимки, по которым можно понять, видим ли мы того же самого кошелота или разных. Каждый день или через неделю, а то и раз в год. не останавливайтесь, под водой прямо перед вами. Кошелоты используют свое сверхчутье не только для охоты, но и чтобы исследовать любой странный объект на своем пути, включая человека. Кошелот поплыл прямо на меня. Я услышал щелк, щелк, щелк и знал, что он сейчас появится. И вдруг он поплыл в моем направлении. Если они подплывают и вы чувствуете, как их сигналы вибрируют в вашем теле, можете считать, что вы по-настоящему пообщались с кошелотом. А теперь надо уплывать. Держи левее. Еще левее. И еще левее. Быстрее, быстрее. Кошелот воспринимает мир недоступным для нас образом. он спускается в глубины океана, в бездну, исследует подводные горы и долины. Невероятные места, даже приблизиться к которым будет стоить нам огромных денег. И повезло же ему. Кошелоты восстановились после погружения. скоро они снова отправятся на глубину, ведь им все время нужна пища. в кашелота. Кошелота хотя никому не удавалось заснять охоту кашелота, ученые наблюдают за ними по-другому. Толстая кожа кашелота вместе с ворванью достигает 35 сантиметров. Поэтому безо всякого вреда для животного исследователи из университета штата Орегон вживили специально разработанные GPS-датчики прямо в его шкуру. Датчики позволили ученым отслеживать нескольких кашелотов из одной социальной группы. Результаты их потрясли. Три кашелота вместе ныряют в поисках кальмаров. Два кашелота и, возможно, остальные члены группы останавливаются на одной глубине, но один ныряет глубже. Исследователи полагают, что он либо загоняет кальмаров в пасть своих товарищей, либо следит, чтобы кальмара от них не уплыли. В любом случае, кажется, они действуют сообща. Они демонстрируют интеллект и взаимопомощь. Способность кашелота к эхолокации едва ли не самое мощное чутье в царстве животных. Но многое в их жизни до сих пор остается загадкой. Благодаря таким исследователям, как Джастин, возможно, мы узнаем больше об этих величественных созданиях. Нам известно больше о поверхности Луны, чем о глубинах океана. И кашелот словно окно в тот мир, в ту среду обитания. Он погружается на недоступную нам глубину, и поэтому представляет для нас великую тайну. Изучить его, понять, как он живет и видит мир, было бы очень интересно. Некоторые считают, что сверхспособности бывают только в кино. Но эти хищники способны на такое, о чем нам остается только мечтать. Итак, акулы могут охотиться ночью в мутной воде как угодно. Им не нужно видеть жертву. И в этом залог успеха. Изумительное создание, величественные, живые подлодки. Это настоящая сверхспособность. Больше на планете такого не встречается. Кашелот, змея и акулу-молот. У всех развилось особое чутье. Тепловидение, электролокация и эхолокация. Они смертельно опасны даже в темноте. Но нам еще много предстоит узнать о величайших охотниках в мире животных и их загадочных звериных сверхспособностях. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Радик Макумезенов. Я установлю эту акриловую пластину на дно бассейна. На пластине два круга. Вот первый, вот второй. С помощью проводов они соединены с электрогенератором, работающим от батарейки. В результате я получу слабый электрический импульс, распространяемый на это пространство. Получится электрическое поле, которое акула примет за потенциальную жертву, за небольшого краба или рыбку, на которую она и набросится. Усиливая и ослабляя силу тока, Стив может определить, насколько чувствительна акула к электрическому полю. Итак, я включаю электрический ток и вижу, что сейчас электроды передают ток силой 20 микроампер. Поначалу акула не проявляет интереса, но все меняется в зоне действия поля. Смотрите, рыба-молот кусает электрод, явно кусает источник тока, потом возвращается, снова кусает. Все именно так, как мы и предполагали. Акул привлекает электрическое поле. Подобные эксперименты доказывают, что рыба-молот распознает слабые электрополя, окружающие всех морских обитателей. У акул самые чувствительные электрорецепторы, которые улавливают электрические поля с напряженностью порядка 1 миллиардной вольта на сантиметр. Это настоящее шестое чувство. Оно возможно благодаря необычным образованиям, четко различимым внизу головы акулы. Если присмотреться, на конце морды видны мелкие черные поры по всей поверхности. Это электрорецепторы. Чтобы разобраться, как они работают, надо внимательно изучить голову рыбы-молота. каждую пору обрамляют клетки, способные уловить даже слабейший электрический импульс. Поры работают только в одном направлении, на расстоянии до полутора метров. Они действуют как невидимые усы, позволяя рыбе-молота точно определить положение добычи. Даже в полной темноте. это уникальное чутье дает рыбе-молота непревзойденные преимуще воды, отличные охотничьи угодья для молодых акул. И вскоре одну из них удается увидеть. Видели всплеск возле того конца? Рыба-молота это самый мелкий вид акул-молотов. С ними легко работать. То, что надо для экспериментов Стива. Мы поймали рыбу-молот. Мы специально держим акулу брюхом вверх. Он входит в так называемое состояние тонатоза, нечто вроде транса. Акула расслаблена, нам легче ее транспортировать. И животное не испытывает стресса. Чтобы исследовать у них солнце заходит, сумерки сгущаются и множество акул выходят на охоту. В целом они наиболее активны в период с сумерек до рассвета. Они в поисках добычи. Хотя зрение важное чувство, ночью в темноте оно вам не поможет. Есть способ выследить добычу даже в кромешной тьме. В соленой воде все живое производит слабые электрические импульсы. И поскольку вода проводит электричество, эти импульсы передаются на некоторое расстояние. Каждое животное окружено электрическим полем, свечением, невидимым для невооруженного глаза. Но эти поля очень слабые, у миллиона раз слабее поля обыкновенной лампы накаливания. Уловить их весьма нелегко. Стив полагает, что акулы молотых выслеживают добычу по ее электрическим полям. И чтобы это доказать, он проведет оригинальный эксперимент. Кольное чутье акул молотых, Стиву нужно доставить эту акулу в лабораторию как можно скорее. Он не может плавать в этом контейнере. Нам надо поместить его в большой контейнер, где можно плавать. Акулы на суше очень очень уязвимы. Стиву надо поторопиться. Я в восторге. Так здорово, что можно поймать акулу, поместить ее в контейнер, и она будет там плавать безо всяких восстановительных процедур. Ведь это самое сложное, привести акулу в норму до того, как стресс станет слишком сильным. На ярком солнце в прозрачных водах лагуны акулам молотом легко заметить добычу. Но любопытно, что они редко охотятся днем. Субтитры Субтитры